В регионе завершается неделя национального проекта здравоохранения. Накануне губернатор оценил качество ремонтных работ в двух медицинских учреждениях города. Внимание уделили как взрослому, так и детскому населению. Подробнее Екатерина Лазарева. Галокамера, цифровой рентгенаппарат, маммограф, УЗИ экспертного класса. Это лишь малая часть оборудования, которым теперь может похвастаться Центр профпатологий. Название говорит само за себя. Пациенты учреждения – это люди, работающие во вредных условиях труда, ликвидаторы аварии в Чернобыле, а также переселенцы из районов, пострадавших от техногенного загрязнения. Оснастить Центр современным оборудованием позволил особый статус, присвоенный учреждению. Финансирование возросло. Мы с вами посмотрели сейчас оснащение оборудованием. Это на самом деле очень современный уровень оснащения диагностическим оборудованием. Лабораторная служба оснащена хорошо. Ну и отдельный вопрос – это физиотерапевтическое оборудование для именно эффективного комплексного лечения и оздоровления наших пациентов. Причем многие из них в Центре лечатся уже не первые десятилетия. Вспоминают, раньше о таком оборудовании можно было только мечтать. Сюда, считаю, что на инвалидной коляске, отсюда уходим на рамки. И процедуры, и коллектив весь великолепный, да, относится. Раньше была старая гидромассажная ванна, сейчас она более современная. Здесь помимо туши массажа еще идет пузырьковый массаж. То есть мы полностью прорабатываем все мышцы человека, особенно если он страдает хондрозом, болями в спине. Модернизируют в регионе и учреждении детского здравоохранения. В поликлинике номер один появилось отделение неотложной помощи. Это открытие стало возможным благодаря национальному проекту здравоохранения. Родители не скрывают восторга. В учреждении закончилась эпоха 90-х. Раньше я тоже относилась к этой поликлинике. И мне всегда вспоминаются мрачные стены, серые все эти будни. И какое-то ужасное пребывание здесь постоянно тянулось, тянулось. А сейчас просторно, светло. И как бы мы практически не замечаем прихода в поликлинику. Как отмечают врачи, новое отделение позволит улучшить качество амбулаторно-поликлинической службы, а также развести потоки больных и выздоравливающих пациентов. Значит, исключит возможность случайного инфицирования. До конца сентября будут отремонтированы в рамках нацпроекта еще четыре детских учреждений. Родническая районная больница заканчивает ремонт 30 сентября. Корсунская районная больница заканчивает 15 сентября. Майнская районная больница 30 сентября. Индзинская тоже 30 сентября. Ремонтные работы стали частью проекта «Бережливая поликлиника». Это новые стандарты. Изменение принципа работы регистратуры, установка современного оборудования, организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это позволит создать условия для того, чтобы дети росли здоровыми.